МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В воскресенье в Магадане отпраздновали День флага. Этот праздник был установлен в 94-м году, а в 91-м году Триколор утвержден в качестве государственного флага. Белосиний-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позже Петр I сделал его символом русских торговых судов. В областном центре на Магаданской площади провели концерт, в ходе которого первые лица города и региона поздравили горожан. Напомню, что олицетворяют эти три цвета. Белый цвет – это цвет мира, синий цвет – цвет чести, и красный цвет – это цвет побед, цвет мужества. И в целом, когда мы посмотрим на наш Триколор, это будет отвечать тем качествам, которыми обладает наша с вами великая страна. Под флагом России мы делаем с вами большие дела в стране, на Колыме и в Магадане. Я думаю, что нам есть чем гордиться, и мы сделаем все для того, чтобы из Магадана никто никуда не выезжал, чтобы было делом большой чести. Гори и леса, солнце и звезды, сердце и воздух то, что со мною навсегда. Услышь ты мой голос, бескрайний, как космос. Также в этот день вручили медаль за любовь и верность тем семьям, которые прожили в браке более 25 лет. Кроме того, наградили победителей конкурса «Меценат года города Магадана». А еще вручили благодарности, грамоты и дипломы в рамках премии «Человек года». Жители областного центра в этот день поздравили творческие коллективы города. В этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем в России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем в России знамя. Приемная комиссия посетила Русскую горнолыжную школу. Сотрудники организации подготовились ко снижению нового учебного склона, поставили подъемник, который прошел все ходовые испытания, а также проложили трубопровод. Левый склон практически готов. Также отремонтируют и само здание школы. Мы надеемся, что в этом году здание школы достроится. Его потом нужно оборудовать. Хорошие вешалочки, шкафчики, вентиляторы, освещение. Там много что надо. И наша школа все-таки перейдет из стареньких балков в более просторное здание. Более теплое, более современное. В Русской горнолыжной школе занимается около 500 человек. Ежегодно приходит более сотни ребят, чтобы попробовать себя в новом виде спорта. Набор в спортивные школы города начнется 1 сентября и продлится до 15 октября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил увеличить частоты авиарейсов на маршрутах Магадан-Устемчук-Магадан и Магадан-Ягодная Магадан. Авиарейсы начнут выполняться 2 раза в неделю с 25 августа по 30 сентября. По маршруту Магадан-Устемчук-Магадан по средам и пятницам, а Магадан-Ягодная Магадан по понедельникам и четвергам. Стоимость авиабилета в одном направлении составляет до Устемчука 1 тысяча рублей, до Ягодного 2 тысячи рублей. Авиабилеты можно приобрести во всех авиакассах Магадана, а также на сайте авиакомпании Сила. Перевозки субсидируются из областного бюджета. Правительство региона оплачивает работу авиакомпании в соответствии с количеством выполненных рейсов. Цену билета определяет региональный департамент цен и тарифов. Полеты до поселков Ягодная и Устемчук из Магадана и обратно выполняют на самолете ТВС-2МС. Воздушное судно вмещает 8 пассажиров и 1,5 тонны полезного груза. Самолет обладает хорошими летными характеристиками и оснащен современным мощным двигателем. Для жителей поселков Устемчук и Ягодная воздушные перелеты несут особенную пользу, так как раньше в эти населенные пункты приходилось добираться на маршрутном такси и тратить около 4 и более часов. Школа бокса готова принять в свои стены воспитанников возрастом от 10 лет. В тренажерном зале поменяли стеклопакеты, обновили полы, закупили новый спортинвентарь благодаря национальной программе. Также сотрудники подготовили документы на ремонт фасада здания, раздевалок, душевых кабин. Со спортсменами занимаются 8 тренеров. В этом году учреждение примет одну группу начальной подготовки. В этом году у нас только будет одна группа набора начальной подготовки группы «Молодой тренер». У нас второй год работает, набирает детей. 15 человек. У него будет минимум. Так вообще планируется 16 групп. Там и начальной подготовки разные, год тренировочный, тренировочные группы, и также группа спортивного мастерства. 116 человек. В Магаданске В Магаданском драматическом театре прошел мастер-класс по песенно-танцевальной культуре народов Севера. Цель этнического проекта Хэбденек – поддержать творческие коллективы общенационального значения в области культуры и искусства на территории Колымы. Реализуют его на средства гранта президента. Участники изучили фольклорную хореографию коренных народов. Педагоги рассказывали о пластике птиц, животных, ритуальных движениях, то, без чего не обходится ни один такой танец. У нас, во-первых, был первый разогрев, национальный разогрев в стиле северного танца, где мы показывали пластику маржей, китов, медведей, косаток, оленей. Также мы изучили танец под горловой пение, ритмы тундры. Такие мастер-классы планируют проводить и дальше. Благодаря им представители коренных народов знакомят магаданцев со своим бытом и культурой. Магаданцев приглашает принять участие в городском конкурсе «Доброволец года». Его цель – развитие и популяризация такого движения в областном центре. Задача конкурса – выявление и поддержка наиболее активных добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет. Развитие их личностных качеств – повышение мотивации молодежи города к участию в волонтерской деятельности. Критериями оценки станут в том числе стаж «Эффективность добровольческой деятельности», ее системность и разнообразие выполняемых функций, а также адресность и социальная значимость. Документы на участие в конкурсе принимаются в бумажном виде до 15 ноября по адресу. Улица Горького, 16, кабинет номер 415, телефон 200-733. Продолжение следует...